В разных культурах, а мы с вами познакомились уже за счетом многих народов, да? Считали по-разному. Например, мы уже с вами знаем, как считали в древнем Египте. Ну, давайте запишем число 238, например. Итак, 238. Что это означает? 238. 238. Ну, может быть, даже есть человек в этом зале, который живет в квартире под номером 238. Вот если надо сесть на 238-й автобус, то в основном даже дошкольники не промахнутся. Сейчас все все знают. Может быть, у вас даже по телевизору цифровому 238 каналов, а то и больше. Поэтому все знают. Очень удобная система, позиционная. Почему? Сколько показывает, что у нас? Две классы. Сколько мы взяли? Сотец. Сотец. Три. Десятых. Сколько мы взяли десятых? И восемь? Единь. Мы сейчас с вами по центру это распишем. Итак, мы взяли восемь единиц. Восемь единиц. Три десятка. И две сотни. И две сотни. Это так наша убористая запись 238 выглядит, если расписать. Да? Как мы говорим словами. Давайте для сравнения я приведу запись, которая в древнем Египте была распространена. Итак, двести начнем. Помнят все, что такой клубочек типа рулетки. Значит, двести надо взять сто два раза. Да? Сотню надо взять дальше. Надо три раза взять символ, похожий на подковку. Три раза взять символ, похожий на подковку. Ну, и восемь единиц это? Восемь палочек. Восемь палочек. У Бориска тоже пишет. А поставщик. А поставщик. Не поняла? Восемь палочек. Вот вам что должно интересовать. Смотрите. С одной стороны система десятичная, удобная. Да? Поскольку и сейчас нам пересчитывать ничего не надо. Да? И мы сейчас пользуемся десятичной системой. Однако запись, посмотрите, какая. Восемь, так и пишем восемь палочек. Там надо девять, так и пишем девять подковок. Восемь сотен надо, так восемь рулеток и пишем. Соответственно, идет очень много, занимает место. Между тем, той записью, которой мы пользуемся сейчас, и той записью, которая была в Древнем Египте, есть еще одна культура, еще одна запись, которая стоит несколько обособленно. Ну, это запись Древнего Китая. Безусловно, в самом Китае язык и его иероглифы, да, символы такие, они эволюционировали и каждое поколение чуть-чуть вносили изменения. Поэтому, безусловно, мы просто будем пользоваться, скажем так, тем, что сейчас похоже, да, на то, что они пишут. Итак, нам надо научиться, как в Древнем Китае писали единицы, да, восьмерки, тройки, десятки, сотни и двойки. Ну, начнем по порядку, да. В данном случае, как писали единицы, наверное, все догадались. Палочка. Палочка, да. Только палочка, она у каждых народов стояла по-твоему. Здесь палочка будет черточкой. Черточка. Единичка. Пишем? Единичка. И. Ап. Одна черточка. Одна черточка. Итак, это единичка, двоечка. Единичка, двоечка. Ну, и три. Саня. Саня, я знаю. Знаешь, Сань, замечательно. А как пишется, знаешь? В начале короткая, потом поменьше первая, а потом самая длинная. Самая длинная, да. То есть три черточки. Ты, конечно, изучай китайский. Китайский изучай, да. Кстати, у меня не было еще ни одной группы, у меня много групп кружков, чтобы не нашелся человек, который сказал, а я изучаю китайский. Я думаю, что сейчас все больше и больше народу изучает китайский. В частности, Александр Васильевич Спивак проводил школу в Щелкино, летнюю школу. Вот один из обязательных предметов был китайский язык. Собственно говоря, материалами этих уроков мы сейчас пользуемся. Вы можете зайти на сайт и посмотреть на страничке Александра Васильевича Спивака китайский язык. Итак, четыре. Сы. Пишите. Кто не говорит, тот пишет. Итак, сы. Значит, у нас единственное что, поскольку Елена Борисовна все-таки неурожденная. Так, китайка. Порядок черточек, безусловно, снизу вверх, слева направо, да. Но мы сейчас не будем порядок черточек. То есть, нам важно именно посчитать. Итак. Пять. Вай. Или вай. Пять. Значит, даже вот. Крыз. Это уже наш, как бы, мы произнесли. Сань. А. И. 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 Пять. Шесть. Вот так. Если вам удастся когда-нибудь увидеть, да, то уже шесть. Ну, самое простое это сень. Си. 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 Очень похоже на всем известное значение. На блеск. На блеск. Да, похоже, похоже. Самый, мне кажется, простой по написанию, похож на такого человечка. Это знак восьмерки. Ба. 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 Девять. Девять. Вот. Тоже, наверное, не так трудно запомнить. Буквы. Девять. Сью. 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 Ну, говорите, я научу в ряде для вас, потому что это все-таки нужен специалист. Сью. А как пишется, пишется интересно. Мы покажем с вами. И мы наконец-то перечислили все цифры, которые будем использовать. Да? Нам теперь нужно определиться, что же такое десять. Вот здесь большая просьба не путать, потому что очень похоже на знак плюс. Ши. Десять. Ши. 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 Итак, это иероглиф обозначает десять. Ши. Смотрите, мы с вами уже можем написать восемь. Вы помните нашу задачу? Восемь. Ба. Ба. Мы уже можем написать три десятка. Три десятка. Ну и нам остаются две сотни. Две знаем. Иероглиф, который отвечает за сотни, это... Это... Ба. Ба. Да. Ба. Ба. Вот. Ну вот, я бы сказала, да, на такой вот... Ба. Ба открытая. Ба. Ба. Сотни. Итак, значит, нам нужно указать, сколько сотен. Две сотни. Две сотни. Итак, по сравнению... По сравнению с египетской системой счисления... Увидели? Мы не пишем восемь раз палочку. Мы просто указываем, что у нас есть младший разряд восемь. Увидели? Мы не пишем три раза символ, обозначающий десяток. Мы указываем, что у нас десятка три. Мы не пишем, что у нас два знака, повторяющие всю сотню, а может быть даже и больше. Мы пишем, что у нас две сотни. Увидели? Да. Соответственно, если вам надо прочитать китайский иероглиф, вы отсчитываете, берете справа налево, как и мы делаем в позиционной системе. Мы с вами как определяем? Читаем, пишем мы слева направо, а читаем справа налево. Этот у нас разряд единицы. Отступаем два разряда. Второй разряд это десятки. Мы это не говорим, но мы это имеем в виду. Здесь то же самое. Отступили два разряда и будет указание на десятки. Отступили три разряда. У нас здесь указание на то, сколько у нас сотен. Здесь отступили три разряда. Увидели символ сотен и получили две сотни. А что же делать, если у нас, например, десятки пропущены? Если у нас десятки пропущены, в нашей системе мы запишем ноль. Ну, например, мы запишем 406. 406. У нас единиц 6, десятки пропущены. И четыре сотни. Давайте смотреть, как бы мы записали по-китайски. Шестерку. Шесть, она у нас и будет шестеркой. Шесть. Десятков у нас нет. Сейчас мы спросим человека, который изучает китайский. Как быть в этом случае? Надо пропустить ноль. Надо написать восемь ли его, а потом не принесать. Восемь ли его. Четыре, четыре сотни. Да. Итак, замечательно. И нам нужно, мы пропускаем десятки и сразу пишем четыре, да? Сотни. Четыре сотни. Это один вариант написания. Ну, и, безусловно, бывает второй вариант написания, уже современный. Когда вместо иероглифа иногда вписывают ноль. То есть тот отряд иногда вписывают ноль. То есть здесь, допустим, ноль десятков. Ну, опять же, это разные концепции. Языки, как я уже говорила, претерпевают разные изменения в разных областях. И даже в разных учебниках. И даже у разных учителей сейчас вы можете спросить. Иногда бывают по-разному. Можно пропускать, можно, соответственно, здесь ставить ноль. Итак, ну что, чувствуете вы себя, как говорится, подкованными? Да. Давайте попробуем вместе написать. Итак, небольшую табличку я стирать не буду. Есть еще, кстати, одно, еще один нюанс. Иногда все, что связано с иероглифами японскими, китайскими, пишется сверху вниз. Но, представляете учебник, в котором сначала идут слова по русскому, русским языком, в предложении описывается, да? А потом столбик. Русским языком и столбик. Поскольку нам нужно всего один или два примера, Таким образом, у нас скоро с вами тысячетомник накопится. Поэтому мы тоже будем писать строчку. Ты тоже пишешь строчку? Как у вас пишут? Ну, вообще-то, ну, да, все равно пишут строчку. Давайте в строчку. Итак, мы будем тоже писать строчку. Господа, ну что теперь? Какие числа желаете? Вообще иероглифы пишут в столбик, мне кажется. Еще раз, мы будем писать строчку, потому что большинству даже учебников всегда пишут строчку, иначе у нас места тут и не хватит. У меня что-либо есть тысячу, а тысячу? Да, итак, пожалуйста, тысячу, да, Елена Бальцевна написала тысячу. Народ требует тысячу. С деньгами меньше тысячи, никто не общается. Хорошо, давайте тысячу посмотрим. Тысяча. Это будет... Нет, это очень простые. Ну и давайте заодно десять тысяч, потому что чувствую, что не успокоитесь. Миллион сто тысяч. Миллион сто тысяч. Миллион сто тысяч. Так, все, тихо, тихо. Итак, тысяча, съемь. Тысяча. И Вань. Десять тысяч. Вань. Ну и замечательно. Миллион будет на следующей страничке. Что ты? Тихо. Девятьсот миллионов. Двадцать. Три. Миллион. Так, тихо. Тихо. Спокойно. Заходи побыстрее, присаживайся. Значит, проблема только тех, кто опоздал, потому что весь материал, хотя я сейчас не стираю и на доске, но тем не менее лучше все-таки послушать. 300 ковид у нас еще не было. 76, 582, что бы нам еще написать? 1230, 50 тысяч. Ну давай сначала. Мне кажется, мы какое-то число потеряли. Один был, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, мало пишем, шесть, семь, восемь, девять. Ну и 53, 1087. Итак, мы записали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь чисел. Пожалуйста, сейчас в первую очередь вы у себя в тетрадочке запишите в виде травлички. Мы будем писать иероглифами. Мама произносится по-разному. Меня учили этой поговорки, но не научились. Мама – это и лошадь, и мама, и конопля, и еще какое значение было? И угадист. Те, кто себя почувствовал корифеями китайской, ну не письменности, по крайней мере, а исчисления, пытаются положить свой вклад, внести свой вклад. Так, 12. Так, следующий кто? Быстрее. Спасибо. Опять же, вот здесь вот есть один десяток и две палочки. Иногда пишут черточка. Один, потом десять и потом две черточки. Пожалуйста, какую будешь писать? Двадцать три. Так, подлиннее, да? Два десятка. И три единицы. Молодец. Настоящий Китая. Еще кто? Идем. Давай, давай, давай. Какое выбираешь число? Какое будешь писать? Двадцать пятьдесят семь. Пиши. Следующий пойдет. Я вижу, кто поднимает руки. Следующий, тогда. Так. Это сотен сколько будет у тебя? Чёрточки добавим. Вот здесь, впереди. Две сотен. Нет, нет, нет. Это сколько? Сколько? Сотен сколько? Чёрточки надо. Две. Чёрточки сейчас восстанавливаем. Судить требует. Две чёрточки. Давай, давай, давай. Веселись. Две чёрточки. Дальше. Пять. Пять десятков. Пять десятков. Пять десятков. Пять десятков. Пять десятков. Десять. Запомнил, как это означает? Подозначай. Он написал 5 Это похоже на 10 тысяч Но ты поставь невнимательно Пятерочка здесь идет Смотрите, вниз палочка И внизу длинная палочка А 10 тысяч Ты пиши, пиши, ты все правильно делаешь То же самое, палочка Сначала с ним была такой же Но здесь, как по стирали она Видишь, немножечко сгибается Поэтому с другой эллирубочек Итак, семерочку нашел Да, молодец, перемешивай Так, 7 Замечательно Так, чтобы гладить, глади мел Пожалуйста Итак Дет, ты сейчас пытайся мне как египтяне три раза написать сотню Они указывали Сколько, во-первых, разряд Сотня И сколько раз они его берут Три Не три раза повторять символ А сколько раз Это туда Семь Десятый ЖИ Да ШИ Пиши ШИ А ШИ Тут не просто семь А ты написал Семь десятков ШИ Ты же говоришь ШИ Значит, ну и говорим Семь десятков А они пишут Семь десятков Понятно? Из этого слава сделают Присаживайся Следующий Я верю, что все хотят Петхот Семь Петхот Так Да Я знаю В 12-м В 12-м Продолжение следует... 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 Продолжение следует...